В Чувашии продолжается диспансеризация населения. Жители республики определенных возрастов могут бесплатно пройти необходимое медицинское обследование. Для этого нужно лишь обратиться в поликлинику по месту жительства. Наша съемочная группа побывала в центральной городской больнице и узнала, что из себя представляет эта профилактическая мера. По имени отчества, год рождения, название больницы, терапевту, к какому анализу придут, и отвечать на вопросы. Именно с заполнения анкеты начинаются путешествия пациента по коридорам и кабинетам больницы. Необходимо ответить на 43 вопроса, которые касаются общего состояния здоровья и наличия вредных привычек. Это позволяет специалисту выявить факторы риска. У Лилии Яковлевой вредных привычек нет, но пройти диспансеризацию ей посоветовал участковый врач-терапевт. Здесь можно пройти обследование, какие-то более углубленные осмотры. Кроме того, что мы имели раньше пройти по участковому врачу. С каждым годом получается все более и более современнее, больше как-то обследований, больше способов прохождения медицинского осмотра. И совершенствуется, конечно, медицина. В кабинете анкетирования проводят стандартный набор процедур. Измеряют рост и вес, артериальное давление, делают ЭКГ. Все это входит в первый этап диспансеризации. Чтобы увидеть картину полностью, требуется провести 13 исследований. С начала года в строительную поликлинику обратились около 15 тысяч человек. Пациентами мы дальше занимаемся. Они после прохождения диспансеризации возвращаются к своему лечащему врачу. Лечащий врач проводит краткое профилактическое консультирование. И если есть показания, направляет опять в кабинет отделения медицинской профилактики для прохождения углубленного профилактического консультирования. Ежегодно проверить здоровье могут определенные возрастные группы. Делать это необходимо раз в три года. С 2013 года диспансеризацию прошли более 600 тысяч человек. 10% направлены на дообследование и уточнение диагноза. Наиболее часто встречаются диагнозы, связанные с сердечно-сосудистыми патологиями и заболеваниями органов ЖКТ. Огромную роль диспансеризация играет в борьбе с онкологией. Выявленные заболевания на более ранней стадии позволяют пациенту наиболее точнее и быстрее подобрать ту базисную терапию, которую он будет получать. И в связи с этим и пациенту получает достойное лечение, ну и медицинская организация получает возможность их корректировать на своевременном, на должном уровне. Здоровье самое главное, что есть у человека и его нужно беречь. Но зачастую мы относимся к нему халатно и вспоминаем про врачи тогда, когда возникает серьезная проблема. А чтобы сохранить здоровье требуется не так уж и много. Вести правильный образ жизни и периодически проходить профосмотры. Татьяна Леонтьева, Андрей Шоклев, Республика.